Всем здравствуйте, друзья! С вами Денис, канал iBlog. И сегодня видео из рубрики «Выгодные цены». И смотрим предложения, анализируем рынок. И на сегодняшний день я хотел бы разобраться с iPhone 7. Знаю, что за мной висит должок по AirPods, где их выгоднее купить. Всё стремительно меняется. Знаю, что за мной висит должок по бракованным AirPods, который мне подписчики прислали, где они криво склеены. Очень много интересного контента. Вот вы можете видеть кривая склейка именно корпуса и крышки динамика. Но долги есть. Я постепенно всё это буду, естественно, выполнять, записывать. Но сегодняшний день я хотел посвятить ролик семёркам, потому что внезапно весь официальный ритейл снизил, срубил, срезал просто цену. И сделал её ниже уровня серого рынка даже. Потому что серый рынок не так быстро реагирует на именно снижение цен у официалов, потому что есть залежи старого товара, а у официального ритейла всё просто. Дана команда снизить цену и, ну, соответственно, все эту цену снижают. Но прежде чем начать об этом разговаривать, я бы хотел вам напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте. Ссылочки есть в описании канала и обычно в описании я её вставляю. Проходите, вступайте. Здесь, ну, очень много разных интересных тем. Ребята, по сути, очень много сами с собой общаются, сами заводят какие-то темы интересные. Я мало здесь участвую, но при этом что-то выкладываю и стараюсь отвечать людям. И одновременно с этим у меня есть тоже Инстаграм. В Инстаграме уже больше 4000 подписчиков. Я постоянно здесь выкладываю разные видео, которые уже не выходят на канале. Именно вот отправка товара по СДЕКу. То есть, вот, например, я отправлял в Петропавловск-Камчатский посылку с 10С своему подписчику Петропавловск-Камчатский. Ребята, представляете себе? Безумно дорогая доставка. Но, блин, это стоит того, учитывая, что, я говорю, человек смотрит меня настолько далеко. Это другой конец нашей любимой великой страны. Ладно, перейдём давайте к основной теме. iPhone 7 на 32 гигабайта. И есть ли смысл его покупать, учитывая то, что рубанули цену, скорее всего, потому что впереди презентация, потому что их много на складах и так далее, и так далее, и так далее. Но аспектов, которые можно привести в пользу семёрки, да, и то, что почему снизили цены, почему стоит покупать их много. Но вот вопрос, а нужен ли он вам? Почему? Потому что восьмёрку по акциям можно было купить относительно недавно за 34 тысячи рублей. И вот это уже, ребятушки, это, ну, совсем другой уровень устройства. Да, понятно, внешне в чехле они будут одинаково выглядеть, но работают они по-разному. И самое главное впечатление от этих телефонов, да, вот разница между семёркой и восьмёркой – это экран. Экран, он другой просто. За счёт этого трутона, может быть, это как-то программно улучшено или ещё доработано, но у семёрки неприятный холодный цвет дисплея. И я на сегодняшний день бы семёрку, шестеску, ну, рекомендовал бы покупать, если уж за какой-то совсем, за какой-то совсем низ рынка. То есть, там, тысяч за 20. Но брать её даже за 30 тысяч я вам не советую. Это вот чисто моё мнение, моя позиция. Потому что можно купить восьмёрку, можно было купить в МТСе восьмёрку за 34 тысячи рублей. Что делать сегодня? Ну, как бы вам решать, конечно, вам. Но давайте пройдёмся по семёрке. Где сейчас же его выгоднее всего покупать? Если мы сортиранём Яндекс.Маркет, то мы увидим, что вот этот серый рынок, собственно, он отреагировал, да, вот, наверное, только сегодня. Потому что мне вчера писали про то, что все официальные магазины снизили цену до 30 тысяч рублей. Серый рынок сделал её 28 600, 28 700. Хотя недавно у них было чуть больше. Давайте глянем, например, на 163, потому что их нету сейчас на Яндекс.Маркете. Не знаю почему. Просто ради интереса, почему же продают за семёрки там. iPhone 7, ну, в принципе, да, такая же цена, как везде. Скорее всего, это робот меняет цену, потому что, видите, цена сокращена до десятых рублей. И на всякий случай, давайте, ну, такой, знаете, лакомцевую бумажку посмотрим. Это BigGeek, какая у них цена. Чисто ради интереса. Разница в тысячу рублей с официальным магазином, конечно, она ничто. В дальнейшем я сейчас ещё приведу некоторые доводы относительно этого. Давайте посмотрим iPhone 7. 29 990, да, не так же, как и официальный ритейл держатся. Но, смотрите, покупая вот в BigGeek, в HighApple, в DocFone, в 163, вы должны будете оплатить всё это наличкой. Вот эти вот магазины, да. То есть, строго наличка здесь будет. Только наличные. Здесь почему-то не указывается, здесь тоже не указывается. Но в серых магазинах только наличка, потому что безналом они будут просить больше денег. Давайте посмотрим у HighApple. Они всегда пишут, кстати, уже безналом, у них дороже трубка выходит. Сейчас прогрузится у нас страница этого сайта. И да, смотрите, цена при оплате карты 30 180. В то время как, если мы идём покупать этот телефон, допустим, в МТС. А давайте, ну, допустим, связной посмотрим. У связного можно будет оплатить картой цену в 29 990. Плюс ещё вам могут сделать скидку по трейдин 10 тысяч рублей. Вот это, кстати, неплохо. А вот этот вариант надо рассмотреть. Да, связной я не очень люблю, но есть такая опция. Давайте посмотрим ещё, что в МТСе происходит. В МТСе тоже должны давать, по-моему, какую-то скидку по трейдин и, возможно, ещё кэшбэк. Да, у МТСа есть ещё скидка по трейдин. И ещё есть кэшбэк. Соответственно, iPhone 7 постепенно уйдёт с серого рынка. Ну, не имеет смысла его там покупать. И ещё давайте посмотрим МВидео, потому что они тоже иногда интересные предложения делают. Вот они упразднили свою бонусную систему недавно. Это очень печально. Но в тот же момент они начнут скоро выставлять адекватные цены. Потому что раньше за счёт своей бонусной системы они не могли конкурировать по розничному ценнику. И да, у МВидео теперь такая же цена, как в ритейле 29 900. Плюс они дают 900 рублей бонусных на счёт. Но, учитывая, что они теперь могут списываться как-то криво, это не сильно интересное предложение. Кэшбэков ничего нет. За сим следует, что лучше всего этот телефон покупать или в связном, или в МТСе. Наоборот. То есть, вот связной, вот МТС. И получается, при идеальном раскладе его можно купить. Ну, давайте попробуем оформить, что у нас получится. В корзину переходим. Перейти в корзину. Здесь есть пункты, сдам в трейден или нет? Получи скидку. Ага. Слушайте, а у связного-то вообще идеальный вариант можно сделать. Потому что можно ещё добавить аксессуаров. Ну, допустим. Допустим, давайте зайдём, посмотрим. Давайте EarPods'а добавим. Вот, блин. Я понимаю, что они никому не нужны, они плохие и так далее. Вы мне об этом постоянно говорите, но окей. Всё, переходим в корзину. И у нас получается, работает скидка. Или не работает? И у нас получается, работает скидка. Блин, надо на три тысячи рублей взять, да, аксессуары. Ну, окей. Окей, допустим. Что можем ещё взять за три тысячи рублей? Вот это они хитро сделали, кстати. Вот две дизельные AirPods'а вообще за... Это очень дорого. Давайте одноамперные адаптеры посмотрим. Как я с ними мучился, кто-нибудь может тоже помучиться. Ладно, окей. Давайте вот эту херню добавим в корзину, чтобы добить до трёх тысяч. Не будем голову ебать. И у нас получается, что нам применилась скидка. Нам применилась скидка. Не поменяется скидка. Ну, короче, вот это вот как-то оно работает, но... А, в магазине. В магазине это надо оформить. Ну, слушайте, ну, можно взять там одноамперных адаптеров, на самом деле, потом их слить на Авито, и, в общем-то, телефон получится ещё дешевле. Единственное, что нельзя будет применить уже скидку по онлайн-оплате. Она вообще должна быть, кстати, более-менее нормальной, а не 60 рублей. Что за бред, подождите? А, на Айфон-то этой акции вообще нет. Понятно. Короче, связной надо мониторить, надо быть аккуратными и покупать там, возможно, но стараться, чтобы вас не наебали в магазине. Потому что скидку делают, но нужно её сделать в магазине. А в магазине вас, ну, постараются развести. Имейте это в виду. И МТС, давайте посмотрим, что нам скажет МТС. Допустим, допустим, перейдём в корзину. Просто, если мы найдём такой кейс, что можно будет купить... Если мы найдём такой кейс, что можно будет купить семёрку за 24, за 25, ну, это будет хорошо. Допустим, мы на Авито идём, покупаем 5С, Куа Боссу, ну, и просто там за 1000 рублей. И всё? Вы серьёзно, блядь, а бонус за трейд-ин где? Бонус за трейд-ин на семёрку, походу, никакой. Хотя, подождите, у них же в акции... Но здесь нужно, знаете, ребятки, здесь нужно, конечно, мониторить рынок. Но, видимо, кейса за 25, за 26, семёрку мы пока что не получим. Но я более чем уверен, что как-то это можно реализовать. Подождите, а вы у Связного? Потому что оно всё близится к этому, ребятушки. Всё близится к этому. Нет, не открывает. Давайте почитаем акции здесь. Папапапам. А, при обмене на эти смартфоны. До 25 тысяч рублей. Но они здесь конкретно не указывают, сколько они скидку выгоду по трейд-ин делают. То есть, это тоже индивидуально, видимо, в салоне оформлять и смотреть можно. Ну, понятно. Короче, на самом деле, насчёт семёрки, ребятки. Если вы собрались её покупать, то покупайте её, естественно, или в МТС, или в Связном. В любом случае, тут самые выгодные цены. Но я бы на вашем месте постарался бы посмотреть в сторону восьмёрки. Или же сделать такой кейс, чтобы семёрка стоила 1025. Это, в принципе, реально, потому что акций сейчас полно. Вариантов купить этот телефон полно. Опять же, какие трейдыны, скидки по кэшбэку. В рассрочку взять 10% скостить можно. Здесь надо смотреть. Но семёрка упала в цене официально у всего ритейла. Даже, кстати, я думаю, она рухнула и в ресторе. Давайте посмотрим. Он на маркете не размещается. Обычно у него самый опнутый ценник. Но конкретно здесь сейчас мы увидим, какая ситуация. Какой HiApple, блядь? Что? Почему? Где? Я же там рестор выбрал. Ну, что, ребята? Ну, почему меня на HiApple перенесло опять? iPhone. iPhone 7. А, боже. У рестора даже огромный баннер на эту тему. Ну, это о чём-то говорит, мне кажется. И здесь получается 7.32, 29.990. И смотрите, у рестора даже, а это всё-таки такой, знаете, премиальный ресейлер, его можно взять в рассрочку. Его можно взять в рассрочку и сэкономить, тем самым, я думаю, процентов, наверное, процентов 5. Процентов 5 от цены. Но зато это будет, ну, это полторушка где-то от этого ценника. Но зато, что это будет официальный ритейлер с премиальным обслуживанием в плане гарантии. Там всё-таки у них всё очень так хорошо и строго. Ну, может быть. Может быть. Решать в любом случае вам. Но я бы, я бы на вашем месте ждал, искал его за 25 или рассматривал к покупке iPhone 8. iPhone 8 в ресторе сейчас 39.900. Стоит уже неплохо. Давайте сейчас затравочку для сетовшего ролика сделаем. iPhone 8. Ну, почём? Давай. iPhone, почём ты нам обходишься? Рестор 39. Ага. Рестор-то тоже... Что, блядь? Рестор-то тоже скинул даже на восьмёрку цену. Это, блядь, ну, давайте позвоним. Ну, окей, давайте позвоним. Ну, просто, ну, ну, окей, позвоним сейчас. Просто интересно, что у нас такое. Не, ну, восьмёрку за 26.900, мне кажется, все хотят взять. Давайте узнаем, что это такое. Пожалуйста, пополните ваш счёт или обратитесь к оператору. The service is temporarily suspended. Please recharge your account or contact me. Они говорят, что у меня денег нет, у меня денег полно. Ну, что вы что? Один, дай свой телефон, пожалуйста. Сейчас, ребятки, позвоним в Apple White и узнаем, что это такое у них. Сейчас узнаем, что это вообще такое. 8984. Это вообще, это, походу, знаете, это не в Самаре, короче, какие-то черти сидят, скорее всего. Хотя, самарский адрес 9762. Сейчас узнаем. Вавилон. Ага, странно, почему-то, может, мой номер заблокирован. В общем, на гугле ссылка так вот светится, неплохо. Ну, видимо, Apple Wild. Apple Wild, здравствуйте. Здравствуйте, Apple Wild. Вопросик такой. Я вот у вас на сайте увидел iPhone 8 на 64 гигабайта за 26.990. В наличии есть? Да. А почему? Так, восьмерка на 64 есть. 26.990, который стоит. 26.990, 990, да, знаю. А почему она настолько дешевле, чем везде? Это уцененный товар по причине того, что у него был заводской брак, и его устранили до продажи от покупателя. Так. Вот. Ну, они у вас на сайте в большом количестве, то есть, написано. То есть, можно сказать, вот я смотрю, и 2, и 3, и 4 у вас, то есть, 6 телефонов таких есть с заводским браком до устранения брака. Да, да. Они просто идут, ну, специально, по-моему, такое, у меня такие телефоны. Это не единичный случай, такое бывает, как бы. А дата активации там, он активированный или нет? Так, телефон, да, он активированный. То есть, все они когда... То есть, ну, по сути, они как бы, ну, как бы, типа, не новые. А смотрите, в рамках гарантийного обслуживания в авторизованных сервисных центрах Polyford, iPort, я могу обратиться с этим телефоном? Нет, по гарантии, мы гарантии даем от нашей федеральной сети месяц и год сервисного обслуживания. На них от Apple гарантия не идет. А почему не идет от Apple гарантии? Потому что там, скорее всего, внутреннее, соответственно, вмешательство было неавторизованное. То есть, уже с этими телефонами что-то делали. Модифицировали неавторизованные специалисты, так? Ну, да, видимо, так. Понял, понял. По безналу оплатить можно? Можно воспользоваться безопасной сделкой на Юле, через Юлу оплатить. Не-не-не, я в Самаре, я приеду карточкой оплатить. Нет, в смысле, у нас терминал сейчас, время пока отсутствует, эквариинг. Вот это вот. И можем принимать, если по безналу, только через Юлу. Вон как. Понял. Все, ладненько, хорошо, спасибо за консультацию. До свидания. Да, всего доброго, до свидания. Ну, понятно, ребят, то есть, сказок, сказок в этой жизни не бывает. Все, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Дальше будем мониторить уже по восьмеркам рынок. Если вам интересно, пишите в комментариях, что бы хотелось посмотреть, соответственно, в следующем таком видео.